Сегодня мы пройдем весь путь от регистрации до оплаты мини-сервера в компании DexFreedom. Зарегистрируем кошелек TronLink, пополним его и я покажу механизм оплаты пакетов в DexFreedom. Если вы уже знакомы с кошельком TronLink и он у вас есть, то в описании ролика будут тайм-коды. Вы можете просто выбрать по тайм-коду нужный раздел ролика и пропустить регистрацию кошелька TronLink. Прежде чем начать, хочу сказать, что это техническая инструкция для тех, кто изучил факты о DexFreedom. Разобрался и принял ответственное решение. Я не даю инвестиционных советов и рекомендаций, никого ни к чему не призываю. Изучайте информацию, принимайте риски и только тогда переходите к инструкции. Всю ответственность за свои решения принимайте на себя. Если вы еще не испугались и не убежали... Ладно, шучу. Если вы внимательно изучили все факты, приняли для себя осознанное решение и взяли на себя риски, то давайте приступим. Первым шагом зарегистрируемся в компании DexFreedom. Вторым шагом зарегистрируем кошелек TronLink и подготовим его к транзакциям. И третьим шагом я покажу механизм оплаты пакетов в DexFreedom. Поехали. Берем ссылку у того человека, который вас пригласил изучить факты о DexFreedom. Я буду показывать на компьютере, но на смартфоне регистрация идентичная. Итак, мы открыли ссылку и теперь нам нужно ввести почту, ввести пароль и нажать кнопку SignUp. Ввели наши данные и нажимаем кнопку. И на кнопку нужно нажать два раза. Вот, пожалуйста, мы с вами в кабинете зарегистрировались и теперь нам осталось купить пакет. Но для начала нам необходимо зарегистрировать кошелек, так как вы можете видеть, что здесь у нас валюта USDT. Притом, валюта USDT в сети Tron. Если мы нажмем приобрести, то есть мы видим, что TRC20 1499 USDT. Поэтому нам сейчас с вами нужно зарегистрировать кошелек к TronLink, пополнить его и после этого мы сможем приобрести пакет. Но прежде давайте подтвердим нашу почту, то есть мы идем на почту и ищем письмо от компании. Итак, вот наше письмо DexFreedom, ваша регистрация. Ну и здесь длинная ссылка, которую нам просто нужно открыть. Открываем ссылку. Все, больше делать ничего не нужно, никаких надписей тут не появляется. Просто открываем ссылку и подтверждаем нашу почту. Теперь переходим к кошельку TronLink. Первое, что делаем, устанавливаем кошелек TronLink на базе блокчейна Tron. Это очень надежный кошелек, поэтому давайте сделаем все правильно и красиво. И это займет буквально, может быть, там одну минуту. Как вы видите, в поисковике я написал TronLink, и мы с вами идем на официальный сайт этого кошелька TronLink.org. И здесь мы можем видеть, что мы можем поставить кошелек на Android, можем на iOS, но в данном случае мы будем использовать расширение Google Chrome. То есть будем работать с компьютера, но по большому счету плюс-минус все более-менее одинаково. Нажимаем Chrome Web Store. И у нас есть кнопочка «Установить». Установить расширение. Как мы видим, оно у нас появилось сразу вот здесь на панели расширений. Кликаем на это расширение. И нам система кошелек предлагает указать пароль. Два раза пароль должен быть надежный. После чего мы нажимаем кнопочку «Продолжить». Дальше мы видим, что мы можем с вами создать кошелек, что мы будем делать. Или восстановить по уже той мнемонической фразе, которая у нас есть. Мы сейчас об этом еще поговорим. Поэтому мы с вами нажимаем, естественно, «Создать». И нам нужно указать, вводим или имя нашего аккаунта. Нажимаем «Продолжить». И мы с вами видим мнемоническую фразу, которая состоит из 12 слов. Нам обязательно необходимо их записать. Притом в идеальном варианте сделать это на бумажном носителе. В двух-трех вариантах. Дело в том, что мы не можем потерять эту фразу. Если этой фразой кто-то завладеет, то он сможет воспользоваться, сможет снять все ваши средства. Или если вы потеряете эту фразу, то, соответственно, восстановить доступ к вашему кошельку вы уже не сможете. Блокчейн ошибок не прощает. Это необычный сайт, где вы можете через службу поддержки или через функцию восстановления пароля все восстановить. Поэтому будьте очень внимательны. Это те данные, которые терять ни в коем случае нельзя. Лучше всего записать эти 12 слов на бумажном носителе и в нескольких очень надежных местах их разместить. Поэтому переписываем их и нажимаем «Продолжить». Что нам нужно сделать дальше, чтобы система могла убедиться, что мы все правильно записали, нам необходимо выбрать из предлагаемых вариантов необходимые, правильно их расставить. После чего у нас будет активно кнопочка «Продолжить». Здесь система нас просит повысить уровень безопасности. Нажимаем «Год ит» и, пожалуйста, наш кошелек создан. Итак, первое, что мы видим, это адрес нашего кошелька. Мы нажимаем на вот эти два квадратика и скопировали адрес нашего кошелька. Теперь мы можем криптовалюту в сети Tron на этот адрес совершенно спокойно переводить. Также вы можете прямо в этом интерфейсе создать несколько кошельков. Для этого мы нажимаем на наш кошелек. И вот вы видите, он наш кошелек. Если мы сейчас нажмем «Создать», то мы можем создать еще один кошелек. И здесь у нас появится уже два кошелька. Ну или три, если нам нужно больше. Но если вам достаточно иметь один аккаунт, то больше здесь вам делать ничего не нужно. Итак, мы тут видим TRX, то есть Tron, который у нас как монета отображается изначально. Но нам необходимо добавить USDT, поскольку нам также необходимо будет USDT. Нажимаем на плюсик. И вот у нас эта валюта уже есть. Нажимаем еще раз на плюс. Все, мы добавили эту криптовалюту. Возвращаемся назад через стрелочку «Назад». Вот у нас эти две валюты отображают. Теперь нам сюда необходимо просто перевести средства. Мы это будем делать с биржи Binance. Итак, давайте для начала отправим TRON на наш кошелек с биржи Binance. Вы, безусловно, можете это делать разными способами. Например, через «Обменити». Или же с помощью карты пополнить биржу Binance. Я сегодня показывать это не буду, но это все несложные процедуры. И если что, в интернете есть куча инструкций на эту тему. Поэтому мы уже имеем в данном случае на бирже Binance какие-то средства. И сейчас отправим. Копируем адрес нашего кошелька. Идем на биржу Binance. Как мы видим, здесь у нас есть немного трона. Нажимаем «Вывод». Вводим адрес нашего кошелька. В сеть обязательно выбираем TRC20 и сумму. Нажимаем «Вывод». Да, все видим адрес нашего кошелька. Продолжить. Нам нужно подтвердить через e-mail, получить код. И также код аутентификации, поскольку стоит двухфакторная защита. Нажимаем «Отправить». Запрос на вывод средства отправлен. Завершаем. Ну и собственно нам остается дождаться, когда наша сумма появится на кошельке. TronLink. Я думаю, что это займет не больше нескольких минут, поскольку транзакции в сети Tron проходят очень хорошо. Ну а пока подождем. Ну вот прошло буквально 2-3 минуты. Все у нас зачислено. Значит теперь нам необходимо подготовить USDT. Копируем адрес кошелька. Идем в нашем случае на биржу Binance. Находим USDT. Нажимаем на «Вывод». Вставляем адрес. И вот здесь обратите внимание, у нас уже автоматически прописалась сеть Tron. Именно эту сеть вы должны выбрать. Если вы выберете какую-то другую сеть, ERC20 к примеру, то вы просто не получите ваши деньги. Ну вот у нас есть доступно 104 доллара. Давайте все переведем непринципиально. Получим мы 103. Ну и нажимаем на «Вывод». Подтверждаем. Естественно, нужно опять получить код на email и код аутентификации, после чего нажать кнопку «Отправить». Нажимаем. Завершаем. Все. Ждем получения этих средств. Ну вот, прошло еще пару минут. Вы можете видеть, что наши 103 доллара благополучно прилетели. То есть теперь у нас есть сумма на покупку. И теперь есть комиссия в Tron для того, чтобы все это дело оплатить. Как установить кошелек TronLink на смартфон, я показывать не буду. Я думаю, что все умеют устанавливать приложения в App Store и Google Play. Находим, загружаем и открываем. Для примера я показал, как можно пополнить кошелек TRX и USDT. TRX нам необходим для совершения транзакций, любых транзакций, USDT для покупки оборудования, микроноды. Итак, мы с вами кошелек TronLink открыли, перед этим зарегистрировались в Dex Freedom, пополнили наш кошелек и USDT, которые нам нужны на покупку оборудования и оплаты патеты в Dex Freedom. И небольшое количество TRX для того, чтобы транзакция прошла. Итак, выбираем патет. Ну, в данном случае мы берем. Покупаем ноду за 1499. Здесь у нас есть сумма в USDT, которую нам необходимо перевести с нашего кошелька. И есть адрес. Мы его просто копируем, нажимая вот на эти два прямоугольника и адрес скопирован. Далее мы с вами идем в наш кошелек и делаем перевод. У меня бэк-офис открыт немного в другом браузере. А кошелек TronLink у нас работает, как вы помните, на хроме. Поэтому я перехожу в браузер хром. Открываю кошелек. Вот наш кошелек. Я не буду финализировать покупку, поскольку этот аккаунт у меня открыт исключительно для того, чтобы показать вам, как работает механизм. А у меня пакет уже оплачен. Вот мы видим USDT. То есть мы проваливаемся сюда, кликаем по USDT. И нажимаем Send, то есть отправить. Далее мы вставляем наш адрес, который мы скопировали в кабинете. Нажимаем Next. И сюда будем сумму. Ну, на балансе у нас сейчас недостаточно средств, нам пишет система. Если у вас средств будет достаточно, то есть вам нужно нажать будет Send, сделать подтверждение. И фактически все. Оплата будет произведена. Останется дождаться, пока все подтверждения пройдут и ваш микросервер будет куплен. Собственно, на этом все. Как вы могли видеть, ничего сложного тут нет. Все элементарно просто. Ну, а я желаю вам успеха, хорошей недели и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok